Здравствуйте! В эфире новости дня. Корреспондент ОРТ готова рассказать о самых заметных событиях в городе и области. В студии Татьяна Штылер и в начале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В школах Оренбурга с понедельника 20 декабря возобновится очное обучение. Об этом в социальных сетях сообщила министра здравоохранения региона Татьяна Савинова. По данным Роспотребнадзора, на текущей неделе произошло заметное снижение заболеваемости детей школьного возраста в областном центре. За последние три дня количество вновь заболевших снизилось на 30% относительно прошлой недели. Разобщение детей, перевод на дистанционное обучение с 9 декабря, считают медики, дало положительный эффект. При этом 10 школ Оренбургского района пока остаются закрытыми. В Орске на удаленке учреждения дополнительного образования, кружки и секции. И, как добавляют в Минздраве области, поликлиники в Оренбурге до конца текущего года будут работать без плановых медицинских осмотров. В других городах и селах области все зависит от эпидемиологической обстановки. Бюджет Оренбургской области на 2022 год принят. В четверг состоялось очередное заседание законодательного собрания. На повестке дня 30 вопросов, главный из которых второе окончательное чтение проекта главного финансового документа региона. На что будет жить область? Сегодня депутаты законодательного собрания поставили точку формирования бюджета на ближайшие три года. Каждая из фракций выделила свои направления, требующие дополнительного финансирования. Единороссы выступили за увеличение бюджета на ремонт детских садов, выплаты молодым семьям, модернизацию детских лагерей отдыха. Зная о том, что конкретно волнует людей, позволило нам по максимуму учесть их потребности. То есть, вот смотрите, вот коллеги сейчас озвучивали, единственное первое в России 500 миллионов рублей увеличили ремонт детских садов. До 5 миллиардов беспрецедентны дополнительные меры поддержки муниципалитетам, которые им позволят снять как раз те вопросы, которые задают жители текущего ежедневного характера. Благодаря поправкам фракции ЛДПР, единовременной денежной выплатой взамен бесплатного земельного участка смогут воспользоваться больше оренбургских семей. Коммунисты выразили сомнение по необходимости приобретения жилья для наших чемпионов за счет области, указав на приоритетность развития массового спорта. Вице-спикер Александр Кунеловский подчеркнул, что поправки «Единой России» как раз на это и направлены. Мы уже 10 лет подряд ремонтируем спортивные залы в сельских школах. Это разве не массовый спорт? У нас рост в связи с вложением 200 миллионов в открытые формы спортивных занятий, рост посещения должен увеличиться в 10 раз. После эмоционального обсуждения бюджет области был принят. За проголосовало большинство депутатов. Бюджет сбалансированный, реалистичный, социально ориентированный. Деньги в бюджете есть, а деньги, как известно, любит счет. Поэтому теперь задача правительства области – эффективное распоряжение средствами. Задача депутатов – мониторинг, анализ соблюдение принятых параметров бюджета и, конечно же, оперативное реагирование и внесение изменений при необходимости. Таким образом, область вступает в 2022 год с реалистичным бюджетом, в котором заложены все необходимые средства не только на социальные выплаты, но и на развитие региона и строительство новых объектов. Светлана Семенида, Владимир Жидов. Председатель законодательного собрания Оренбургской области в пятницу будет работать в Москве Сергей Грачев. Примет участие в 30-м съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, на котором будут рассмотрены результаты деятельности организации за 2018-2021 годы. А также участники мероприятия определят приоритетные направления дальнейшей работы. На съезде планируется выступление президента Владимира Путина. Участие примут представители бизнеса, руководители ключевых министерств правительства России, счетные палаты и банковского сектора. А сейчас о бюджете города. Большую его часть в 2022 году направят на социальную сферу. Проект бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов прошел несколько стадий анализа и обсуждения. Его рассмотрели все постоянные комитеты Оренбургского городского совета, а также он прошел публичные слушания. И 23 декабря будет рассмотрен депутатами на очередном заседании. Главный финансовый документ областного центра, уверяют народные избранники, имеет социальную направленность. Приоритеты бюджетных расходов – это выполнение всех обязательств администрации и развитие городской инфраструктуры. Комитет по бюджетно-финансовой и налоговой политике городского совета проанализировал доходную часть документа. Были даны более 50 поручений, в том числе по внесению поправок. Они связаны с вопросами транспортного обслуживания населения и увеличения доходов отдельных структур администрации города. Это касается обеспечения бесплатным горячим питанием школьников 5-11 классов из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На это планируется направить 27 миллионов рублей. Важными остаются вопросы антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций, а также приобретения мусорных контейнеров и приведения контейнерных площадок в нормативное состояние. В итоге, учитывая поправки, протокольные поручения, пожелания депутатов, а также замечания счетной палаты, комитет по бюджетной и финансовой и налоговой политике предложил поддержать проект бюджета Оренбурга на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. К другим темам. В Оренбурге продолжается оперативно-боевой сбор командного состава Центрального военного округа. На Тотском полигоне военные продемонстрировали всю мощь артиллерии, авиации и танков. По легенде учений, незаконная вооруженная группа пересекла границу и укрепилась внутри нашей территории, периодически совершая провокации с оружием. Командованием было принято решение занять не в ожидательную позицию, а ударить по вооруженной группе. Маневры проходили в условиях применения противникам сил специальных операций, диверсионно-разведывательных групп, беспилотников «Камикадзе» и множества минных ловушек. Для нанесения сокрушительного удара по противнику военные ЦВО применили опыт, который получили в результате участия в последних локальных конфликтах. Во время учений можно было увидеть работу реактивных систем «ГРАД», самоходных гаубиц «МСТА-С» и «ХОСТА». Поддержку с воздуха оказали истребители, бомбардировщики Су-34 и Ми-24. Впервые во время сбора руководящему составу показано боевое применение тяжелых огнеметов ТОС-1А. Также во время учений были использованы радиостанции нового поколения «Арахис-2» и комплексы радиопомех, не имеющие аналогов в мире «Лесочек». Товарищ полковник, по цели «М-52» стиль будет окончен. Батарея совершает противоогневой маневр. Основными вопросами данного сбора являются противодействие силам специальных операций, борьба с разведательно-диверсионными группами противника, а также борьба с беспилотной летательной авиацией с учетом опыта, полученного на Горном Карабахе и Сирийской Арабской Республике. В учениях приняли участие свыше 1 тысячи военнослужащих, более 200 единиц техники. Оперативно-боевой сбор командного состава ЦВО завершится 17 декабря. И теперь к происшествиям. В Бугруслане местный житель устроил гонки с инспекторами ДПС. Полицейским пришлось преследовать автомобиль, водитель которого подозрительно вел себя во время движения на дороге. То выезжал на встречную полосу, то вилял между машинами. ДТП могло произойти в любой момент. Требования сотрудников полиции остановиться водитель лихач проигнорировал. Но далеко ему уйти все же не удалось. На одной из улиц нарушителя задержали. Им оказался нетрезвый 33-летний мужчина. От прохождения медосвидетельствования на месте он отказался. Теперь лихачу грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. Новый год приближается. А это значит, что совсем скоро череда новогодних корпоративов пронесется по регионам, в которых они все-таки разрешены. И Оренбургская область в этом списке. Вот только пустят на праздник далеко не всех. Вход строго по QR-кодам. Подходят как о вакцинации, так и о перенесенном заболевании. Рестораны и кафе уже вовсю готовятся к предновогодней суете. Не только украшают залы, но и расставляют столы с соблюдением дистанции. Продумывают, как провести столь масштабный праздник без вреда для здоровья и ведущие корпоративов. Ведь большая часть новогодней шоу-программы – танцы. Но в этом году без них. У меня в целом программа адаптирована под ковид. То есть это в основном какое-то легкое взаимодействие. Я не напрягаю людей. У меня нет там танцев в мешках. Вот это все такое. А что, какие конкурсы основные? Ну, сейчас я все спалю, и кто-то из ведущих заберет. Ну, давайте парочку. Допустим, в начале всегда мини-стендапа – разбор инстаграм гостей, их аккаунт. То есть мне они не нужны здесь, рядом со мной. Они вот сидят за своими столами, смотрят на экраны. И радуются жизни. И вот отдать за такой пассивный корпоратив придется круглую сумму. Стоимость организации праздника в ковидный год заметно подросла. Ценники подняли ведущие примерно на 15%. Цена декора подскочила на все 25%. Позиции меню тоже прибавили. Поэтому по самым минимальным расценкам праздник на одного человека обойдется в 6 тысяч рублей. И это без учета подготовки к нему, покупки костюма и наведения красоты. И теперь к новым данным по коронавирусу в регионе. За сутки выздоровели и закрыли больничные листы 342 жителей области. 219 раз диагноз COVID-19 поставлен вновь. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 8 пациентов оренбургских больниц. Общее число погибших с начала пандемии – 3319. Сейчас прервемся и вот что будет в нашей программе дальше. Оренбуржцы все больше предпочитают безналичный расчет. Покупок при помощи банковской карты совершено на 153 миллиарда рублей. В Новый год без долгов. Налоговики просят проверить свою задолженность по выплатам. Оренбуржцы стали больше пользоваться безналичным расчетом. Такой оборот средств в области увеличился на четверть за 9 месяцев этого года. Данные приводит региональное отделение Центробанка России. Всего за 9 месяцев этого года, отмечают специалисты Банка России, оренбуржцами совершено 264 миллиона безналичных операций. Использованы банковские карты на сумму 153 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом и количество, и объем увеличились на 23%. Если заглянуть на 20 лет назад, то объем таких платежей составлял всего лишь 7%. Позитивное влияние на развитие карточного рынка повлияло на развитие инфраструктуры. За это время выросла и доля безналичной оплаты картами товаров и услуг. Если в 2020-м она была 89%, то в этом году – 92%. Помимо этого, зафиксирован рост популярности дистанционных форм расчета с картами. В интернете и мобильном банке оренбуржцами проведено 496 миллионов операций безналичных. Это на треть больше, чем в 2020-м. Также сегодня жители области стали чаще осуществлять переводы по номеру телефона через систему быстрых платежей. Есть изменения и на валютном рынке. Актуальные данные о стоимости доллара и евро сейчас на вашем экране. В ближайшие два года по России ликвидируют почти две сотни незаконных свалок. Причем шесть из них в Оренбуржье. Все работы в рамках федеральной программы «Чистая страна» нацпроекта «Экология», ход реализации которого контролирует президент Владимир Путин. Незаконные, неэкологичные и местами даже опасные для жизни и здоровья людей. 32 несанкционированных объекта по стране уже ликвидировано. 45 еще в работе. По остальным сейчас обрабатываются документы, проходят административные процедуры. О деталях процесса президенту регулярно дает отчет министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. В нашем регионе к 2024 году планируется рекультивировать шесть крупных свалок. Четыре из них в административных границах Оренбурга, в поселке Городище, Краснохолм, поселках Бердянка и Самородова. По одной свалке в Медногорске и Новотроицке. Администрации Оренбурга, Новотроицка и Медногорска уже заключили муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации. Документы должны быть готовы в первом полугодии 2022 года. По словам губернатора области Дениса Паслера, главная цель сейчас – включить крупнейшие несанкционированные свалки региона в список госреестра объектов, накопленного вреда окружающей среде. Это позволит привлечь к их ликвидации федеральное софинансирование. По расчетам правительства области это около 540 миллионов рублей. А сейчас к еженедельной рубрике от Центра управления регионом по Оренбургской области, куда оренбуржцы сообщают о своих проблемах и волнующих вопросах. Какие из них удалось решить, расскажет специалист Центра Екатерина Букшина. Здравствуйте. За декабрь к нам в Центр поступило более тысячи сообщений. И сейчас подробнее остановимся на некоторых из них. Центр управления регионом по области информирует, в оренбургских торговых центрах открылись дополнительные пункты вакцинации. В ТРЦ «Север» сделать прививку можно на третьем этаже, а в торговом комплексе «Кит» – на втором. Вакцинироваться можно в субботу и воскресенье с 12 до 17.00. Работать пункты будут до 26 декабря. Прием проводится без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт с НИЛС и полис ОМС. Благодаря взаимодействию ЦУР и администрации Бузулука восстановили уличное освещение. Жители написали на платформу обратной связи госуслуги «Решаем вместе» о неработающих фонарях вдоль проспекта «Новый» в первом микрорайоне. Сигнал был зарегистрирован, обработан и передан специалистами ЦУР в городскую администрацию. Итог – освещение восстановлено. С приходом зимы ЦУР вновь начал фиксировать сообщения от римбуржцев о гололеде на тротуарах и проезжей части. Житель Новотроицка написал на портал «Активный гражданин» об участке пешеходной зоны на улице Советской, 73. Наши специалисты зафиксировали сигнал и после обработки передали его в городскую администрацию. После чего тротуар обработали противогололедной смесью. Жители Оренбурга сообщили о куче снега на проезжей части по улице Солмышской, 72, 2. Наши специалисты зафиксировали сигнал и после обработки передали его в городскую администрацию. Снег убрали. Аналогично был решен вопрос в областном центре на улице Цветной бульвар 14, улице Березки 2-3-3 и проспекте Победы 159. ЦУР информирует, 18 января в России стартует очередной этап программы туристического кэшбэка. Купить поездку можно будет до 12 апреля. Государство вернет 20% за покупку авиабилетов и оплату проживания в гостинице от двух ночей. Отправиться в поездку можно с 18 января и до 30 апреля включительно. Программой с августа 2020 года воспользовались более 1 миллиона человек, которые получили кэшбэк на общую сумму около 4 миллиардов рублей. На сегодня это все. Специалисты ЦУР продолжают свою работу. Напоминаю, чтобы оставить обращение, напишите свой вопрос в приложении Госуслуги «Решаем вместе» на портале «Активный гражданин» или в комментариях в соцсетях регионального ЦУР и правительства области. В Новый год без долгов. Приближается пора длинных праздничных выходных. Многие наверняка уже запланировали провести их в путешествии. Чтобы его не омрачил запрет на выезд за границу или, что еще хуже, конфискация имущества судебными приставами, налоговики Оренбуржья в очередной раз призывают проверить, нет ли у вас задолженности по выплатам. Штраф будет снижен ввиду того, что вы являетесь пенсионером, есть инвалидность. Последний месяц года подвел итоговую черту под сроком уплаты имущественного налога. Он истек 1 декабря. Но, к сожалению, не все оренбургские налогоплательщики успели своевременно его оплатить, что теперь неминуемо влечет как финансовые, так и моральные издержки. Ежедневно на сумму долга начисляется пеня. В дальнейшем при непогашении долга налоговые органы применяют и методы принудительного взыскания. Причем это не только может стать причиной запрета на выезд за рубеж или изъятие имущества, но и повлечет дополнительные расходы – госпошлины, исполнительские сборы, службы судебных приставов и так далее. А потому оплатить задолженность как можно раньше в интересах самого же налогоплательщика. Благо сделать это сейчас можно быстро и дистанционно, любым удобным способом. Есть возможность использовать сервисы федеральной налоговой службы. Можно оплатить с помощью мобильных приложений, физического лица, личного кабинета физического лица. Также все сведения о долгах выгружены на сайт госуслуг и в мобильном приложении госуслуг в разделе налоговая задолженность. Также налогоплательщик может это оплатить. Или воспользоваться классической схемой – лично обратиться в любое кредитное учреждение, оплатить долг при наличии платежных документов и налогового уведомления. Получить их можно в любом подразделении налоговой службы, независимо от места проживания. Тогда и Новый год можно будет спокойно начать без старых долгов. Анна Втюрина, Игорь Бероев, Новости дня. Прокуратура области прокомментировала свою позицию по иску в отношении губернатора и законодательного собрания по факту приватизации ГУП Оренбург Коммунэлектросеть. Надзорное ведомство требовало отменить план этого процесса. Слушание по делу в областном суде завершилось удовлетворением иска. Напомним, прокуратура области добивалась через суд признания недействующим прогнозный план приватизации государственного имущества, находящегося в собственности Оренбургской области, на 2021 год. Также программой не был определен временной промежуток приватизации. Нет точного перечня объектов в публичном доступе. По мнению надзорного ведомства, приватизация ГУП Оренбург Коммунэлектросеть не была экономически обоснована. Не проведен анализ последствий приватизации на экономику региона. Несмотря на то, что речь шла всего лишь о реорганизации в акционерное общество, но прокуратура области прекрасно понимает, что объекты государственной собственности, они в данном случае приходят в собственность акционерного общества, несколько в другой плоскости правовой регулирования уже будет происходить. Поэтому, конечно же, прокуратура области как надзорный орган в первую очередь надзирает за соблюдение федерального законодательства при любых действиях, которые могут быть направлены на отчуждение государственной собственности. Если не мы считаем, что закон о приватизации, федеральный закон о приватизации государственного имущества, в данном случае был грубым образом нарушен. Добавим, разбирательство по делу о приватизации предприятия Оренбург Коммунэлектросеть продолжается в арбитражном суде Оренбургской области. Теплоэнергетики подводят итоги года. Чего удалось достичь в уходящем 2021-м и какие векторы развития самые перспективные для следующего года? Наиболее актуальные вопросы обсудили на традиционной пресс-конференции. Высокий износ оборудования и необходимость модернизации требуют новых решений, как в техническом, так и в экономическом плане. Одна из главных задач сегодня – привлечь средства для ремонта и замены изношенных тепловых сетей. И решений уже есть. Это переход в ценовую зону по методу альткотельной, в условиях которой уже живут Оренбург и Миндогорск. Мы хорошо продвинулись в части новой модели теплового рынка. По состоянию на сегодня уже 15 городов нашей компании перешли на модель альткотельной. Целью на 2022 год ставится порядка еще пяти городов переходом на альткотельную. Цена образования по методу альтернативной котельной – это система, при которой стоимость теплоэнергии рассчитывается по специальной формуле отдельно для каждого города. Цена образования при этом прозрачная и гарантирует вложение инвестиций. В этом году в Оренбурге и Миндогорске было переложено и построено 30 километров теплосетей, что в два раза превышает темпы прошлого года. Всего у нас затрачено на ремонты и инвестиции в этом году более 2,5 миллиардов рублей. То есть это более чем в два раза больше, чем в предыдущие годы. Одним из важных вопросов остается работа с должниками. Общая сумма просроченного долга за электричество и тепло – более 3 миллиардов рублей. Из них более миллиарда – долги населения. Каждый рубль на расчетный счет нам очень важен, потому что все эти деньги идут в дело, все эти деньги идут в наше спокойствие зимой, что все будет налажено, все будет оперативно работать. Планы по модернизации системы отопления грандиозные. Только в Оренбурге в наступающем году планируют начать строительство еще одной крупной котельной на улице Уральской. Это поможет разгрузить сахмарскую ТЭС для подключения перспективных нагрузок к северо-восточной части города. Малика Джамалеева, Георгий Бурловский. Новости дня. И о спорте. Хоккеисты Южного Урала проводят домашнюю серию чемпионата высшей лиги. В очередном матче арчане принимали нефтекамский торос. Торос в таблице седьмой, Южный Урал – двадцатый. Но, похоже, наша команда начинает выходить из кризиса. Вся игра прошла с преимуществом хозяев. Счет на семнадцатой минуте открыл Артем Чистяков. Во втором периоде арчане вдвое перебросали соперников. Но, вопреки логики, единственную шайбу забили гости, поймав наших на пересменке. Третья двадцатиминутка не дала заскучать. Капитуров вновь вывел южноуральцев вперед, но башкирские хоккеисты не сдавались. В концовке они устроили штурм у наших ворот и на последней минуте снова сравняли счет. После безголевого овертайма наступила очередь булитной серии, в которой арчане оказались лучше. Иванов с Борисенковым реализовали свои попытки, а наш галкипер Кудрявцев отстоял на ноль. Южный Урал одерживает вторую победу подряд в пятницу встреча с еще одним серьезным соперником – Пермским Молотом. В связи с выполнением работы на энергообъектах Оренбургского производственного отделения 17 декабря будет ограничена подача электроэнергии в поселках Неженко, Раздольская, Южный Урал, а также в жилом комплексе «Радужный», в садовых товариществах «Садко», «Восход», «Озерки», «Русь» и в пионерском лагере «Чайка». Адреса и время отключения сейчас на вашем экране. Филиал публичного акционерного общества Россети «Волга» Оренбург Энерго просит отнестись с пониманием и заранее отключить электроприборы. Уточнить информацию можно по телефону горячей линии 98 48 48. На этом у нас все. Вернуться к эфирам программы «Новости дня» и другим проектам ОРТ вы всегда можете на сайте orttv.ru. Присоединяйтесь и к группам телеканалов в социальных сетях. А прямо сейчас рубрика «О погоде не только». До встречи в эфире.